Не знаю как вам, но мне очень нравятся герои Сергея Бодрова. Фильмы. Особенно «Брат» и «Брат 2». Я очень часто их пересматриваю, эти два фильма, зная их хорошо. Какая-то мудрость такая есть в этом парне. Ну и понятно, что он роль играет, но вообще, мне кажется, Сергей Бодров, в нем есть какая-то такая мудрость. К сожалению, рано он ушел. И вот я что хочу сказать. В фильме «Брат 2» он говорит такую фразу. «Русские на войне своих не бросают». Девочки, проститутки русские, которые работают в Америке, в Чикаго где-то. «Русские на войне своих не бросают». И вообще много он истин говорит простых и ясных, и правильных. Полезная информация может быть подчеркнута из просмотра этих фильмов. Зачем я это вам говорю? Многие наши дистрибьюторы ведут себя неправильно, пытаясь преуспеть в нашем деле. Что я имею в виду? Нельзя бросать своих. Тем более на войне. Ну, по сути, идет война за выживание. Не все все сразу понимают. У всех разные обстоятельства, разная жизнь, разное детство, юность, родители, условия, в которых росли мы, воспитывались, впитывали в себя какие-то истины. У всех все разное. Много хороших, толковых, умных, очень перспективных людей могут сделать невероятные вещи в нашем бизнесе, если бы они узнали о том, что это такое на самом деле сетевой бизнес. Если бы они только узнали по-настоящему. Но не находится человек, который бы до них достучался. И вот искусство-то, или умение, или навык-то в том и должен состоять, чтобы довести до людей, независимо от того, готовы они тебя слушать, сейчас или нет. Мне вот только что сейчас по скайпу закончил разговор с человеком из Германии, который начинает бизнес и нет опыта сетевого никакого. И он как бы жалуется на то, что вот люди ведут себя неадекватно, высказывают, говорят не то, что надо. Он ожидал, что человек получит результат использования продукции и станет источником положительной информации. И там, где он живет и работает, все узнают и получат подтверждение качественной продукции. А он, несмотря на ожидания, вдруг начал говорить, что это плохо. Как бы явно и неправда. И человек в недоумении, в шоке, как так можно. И что делать с этим теперь? Я говорю, ну не убивать же его. Прострелить ему колени, контрольный выстрел в голову и на этом поставить точку. Нет. И не обижаться, и не бросать его, и не отворачиваться, и не рвать отношения. Человек имеет право на свою точку зрения. И ты не знаешь, почему он так нехорошо для твоего бизнеса ведет себя. Тебе кажется, что он подлец. А он на самом деле, может быть, послан тебя для того, чтобы тебя сделать лучше. И ты ни в коем случае не должен его бросать, этого гада, в кавычках. Он вовсе не гад. Он нужен для тебя, чтобы ты стал лучше. Чтобы ты что-то понял, что люди не обязаны продвигать твой бизнес. Ты на рынке, на войне, в борьбе. И он делает тебя сильнее своим поведением. А в последующем, возможно, он станет одним из самых лучших твоих партнеров. Если ты поведешь себя грамотно и правильно, русские на войне своих не бросают. Это героиня, которая играет проститутку. Ну, проститутка, вот эта девочка, которая попала там в передрягу в этой Америке. С этим Бодровым. На слова его о том, что русские на войне своих не бросают. Она говорит, в какой войне, что за это ты бред несешь. Очень раздражилась. Но потом, когда она летела с ним домой в самолете, счастливая, довольная. Я думаю, она была ему благодарна, он ее не оставил. Он не сказал, ах, ты еще не реагируешь неправильно. Ах, ты меня ругаешь. Ах, ты не хочешь. Ах, так ты... Он терпел. Любить надо людей. Относиться к ним по-хорошему, независимо от того, как они себя ведут. В практическую плоскость, если перевести разговор, то дело обстоит так. Ты обращаешься к человеку с предложением о бизнесе или о продукте, а он тебя посылает. Откровенно и неприятно для тебя. Это не означает, что отношением конец. Нет. Наоборот, это только начало. Почему он так говорит? Никто не знает. Может, у него сейчас он не в настроении. Может быть, у него сейчас что-то болит. Может быть, он тебе завидует, потому что ты начал, а он еще нет, не в теме. И он не хочет, чтобы ты преуспевал. Может быть, он имеет какое-то извращенное представление об этом. Где-то когда-то что-то слышал. Да мало ли какая причина у человека в голове. А может быть, ты ведешь себя неправильно. Что, скорее всего. Скорее всего. 90% причин, когда нам неправильно, на наш взгляд, отвечают, это то, что мы неправильно делаем предложение. Мы неправильно начинаем разговор, неправильно подходим к человеку. Но бросать человека неправильно. Отказываться от него неправильно. И думать, что все, скотина, никогда тебе больше ничего не скажу. Тоже неправильно. Надо быть взрослым. Надо понимать, что ты тоже так ведешь себя по рот. Что сейчас то, что он говорит, ничего не значит. Потому что время все меняет. И сегодня его нет, завтра превращается в дар. И если ты...